Прозвище президента. Я должен признаться, что подворовываю. Идеи подворовываю, не вещи. Например, мысленно писать в инстаграме о восстании 3 апреля 1948 года на острове Чейджу возникло у меня, когда я в газете увидел заметку о процессе реабилитации жертв этого восстания. Про фамилию Пак нетрудно найти миф в историческом произведении Самгук Саги. Исторические записки трех государств. Кстати, даже иероглифы, которыми исторические записи записаны, знать не надо. Замечательный ученый Михаил Николаевич Пак уже давно перевел книгу на русский язык. Идею на сегодня я тоже позаимствовал. Из инстаграма. Точнее, из аккаунта Анастасии Погодаевой и Чун Инсун. Кстати, рекомендую это не про Биби Кремы и не про корейских мужей и детей, а про корейскую культуру, литературу, корейский язык. Кроме того, редко найдешь такой хороший русский язык на просторах интернета. Все же они профессиональные переводчики и вообще специалисты. В описании внизу я оставил ссылку на их аккаунт. В общем, если сознался, то уже вроде не вор. Научной литературе это называется цитирование. А идею я у них украл о прозвищах президента Южной Кореи. Правда, да, мы эти уважаемые затронули только одно положительное прозвище президента. А я собираюсь развить тему, так сказать, позаимствовав как следует в еще одном источнике. В забавной онлайн-энциклопедии на мувике. Точнее, в статье про прозвище Мунджиина. Да-да, я сам удивился, когда эту статью увидел. В свою защиту могу сказать, во-первых, я честно признаюсь, во-вторых, вот это все по-русски рассказать и перевести, это и есть мой вклад в мировую цивилизацию. Надеюсь, президент не в обиде. Точнее, надеюсь, он не узнает. Фамилия. По фамилии в средствах массовой информации его часто называют. Как Чон Духлана называли, Чон Лименбака называли. Ли-пак-не-пак. В общем, ничего особенного. Инье. В именительном падеже корейского языка, или то, что можно назвать именительным падежом, полное имя президента звучит Мунджи Иньи. Вот это ласковое Инье и стало одним из его прозвищ. Впервые оно появляется в рекламном ролике самого тогда кандидата в президенты Мунджи Ина. Встреча с молодым человеком Чуни в нем обыгрывалась. Хорошо звучит. Чуни встречает Инье. Для таких дружелюбных прозвищ есть в корейском языке специальное слово Этсинь. Э-это любовь Чинь называть. У президента есть, как вы понимаете, и противники. Если изначально Инье было исключительно дружелюбным и использовалось сторонниками Мунджи Ина, то сейчас его недоброжелатели тоже используют саркастическим. Доброжелательно или не очень, это прозвище появляется в составе сложного слова Иньи Гудс, где Гудс – английское товары в корейском произношении. Речь идет о всевозможных товарах с изображением Мунджи Ина. Мерчендайзи, то есть. Мунтонгненг, Мунтонг. Ну, здесь все просто. Мун – фамилия, а слово президент по-корейски будет Тетонгненг. Скрестили фамилию президента и получилось Мунтонгненг или Мунтонг. С предыдущими президентами тоже так было. Батат. Ёлка, ты знаешь, что означает кугума на сленге? Знаю. Дошный, значит. Можешь пример привести? Ну, ты, папа, ты, кугума. Во время внутрипартийных дебатов Мунджи Ина с Иджеменом ведущий задал вопрос кандидатам. С какой едой вы бы себя сравнили? Мунджимен батат и Джемен сайда. Что-то вроде спрайта. Как вы видите, кандидат Мун слегка напутал с собственным именем. Вместо Мунджи Ин запали и сказал Мунджимен. Бывает. Будущий президент имел в виду, судя по всему, что батат это такой питательный продукт. Съел и порядок. Но в корейском сленге кугума еще означает душный человек. Например, парень хочет признаться в любви девушки в каком-нибудь сериале. Но тянет, тянет, никак не соберется с духом. Вот это будет настоящий кугума. Так что и здесь двойное дно, к сожалению. Мунгланд. Силберс Рейли. Мунгланд буквально светлый царь. Видья Раджа. Защитник всего доброго, всего недоброго. Там, в Индии. Ну и здесь тоже. Похожий на Мунджи Ина персонаж, прототипом которого послужил, судя по всему, Видья Раджа. Сплыл в комиксе One Piece. Звали его Силберс Рейли, он же Дак Кинг. Кингве Ван. Король золотых слитков. Кингве это золотой слиток. Во время предвыборной кампании президентской 2012 года противники Мунджиина пытались раздуть скандал с достаточно абсурдными обвинениями в том, что он тайным образом завладел тысячей тонн золотых слитков, обнаруженных на военной фабрике по производству торпед в Пусане, оставшейся еще от японских империалистов. Потом сумму скорректировали слегка до 200 тонн, хотите 200 тонн золота иметь, но обвинения не стали от этого менее абсурдными. В 2016 году в ответ на шутливый вопрос студентки из города Теджона, а вы правда золотой король? Он ответил, у меня же есть 200 тонн золота, решу все проблемы с безработицей среди молодежи с помощью этих слитков. Молодежи, значит, хотел понравиться. Так, золотых слитков у вас дома полно, вот вам сундук с золотыми деньгами. Напутствовали в том же 2016 году однопартийца Мунджиина, вручая ему ящик шоколадных денег в качестве шутливого подарка. Мунджи-а, сложный ребенок. Мунджи-а была школьная кричка Мунджиина. Обратите внимание, здесь после Ч не Э, как в его имени, а Е. Для нашего уха звучит примерно одинаково, для корейского уха похоже звучит, но не идентично. Мунджи означает проблема. Талим, господин месяц. Если к неодушевленному существительному добавить суффикс ним, то, во-первых, существительное становится одушевленным, мы в него, так сказать, душу вдыхаем. Во-вторых, вы его приподняли в общественной иерархии, так что этот суффикс вежливый. Тень Номухиона. Номухион, бывший президент Южной Кореи и друг Мунджи-а, окончил жизнь самоубийством. Еще Мунджи-ин был у него в ассистентах. Мунджи-ину из всех его многочисленных прозвищ Тень Номухиона нравится больше всего. Сова. Это прозвище у него появилось, когда он работал юристом. Бывало, засиживается Мунджи-ин допоздна в офисе, как сова. Кстати, и глаза у него соответствующие. Большие и внимательные. Так, это были только нейтральные прозвища. Давайте я сделаю паузу и задам вам один очень важный вопрос. Хотите еще? Хотите еще? Хотите еще? Как вы понимаете, есть еще исключительно положительно характеризующие президента прозвища, и скорее отрицательные, которые он получил от недоброжелателей. Пишите в комментариях, интересно ли вам продолжение. На этом позвольте на сегодня откланяться. С вами был Андрей из Сеула. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok